Говорят, что мужчины намеков не понимают и женщины напрасно тратят время, пытаясь завуалированно добиться от своих спутников того, чего они хотят. Алена Иванова заявляет, что это не так. Почему бы нет? Почему в взаимоотношениях не использовать что-то дополнительное? Многим сложно говорить что-то в лицо, многим проще написать смс-ку, а многие вообще не хотят, предположим, появляться, они хотят быть гордыми, оставаться гордыми и при этом что-то показать человеку. Именно Инстаграм дает эту возможность. Ты можешь в любой момент выложить фотографию и твои подписчики это увидят. И вот как на нашем примере мужчин, это можно задействовать, спровоцировать на какие-то дальнейшие действия. Как правило, большинство людей заходят в социальную сеть ежемесячно, а скорее всего даже ежедневно. Молодой специалист утверждает, что девушки особенно склонны к применению невербального воздействия на противоположный пол при помощи фото, лайков и комментариев. Особой популярностью у девушек пользуются фото в заведениях или демонстрация особенно яркого образа, прекрасно осознавая, что все это вызовет у партнера целую палитру эмоций. А зачем? Ответ прост, чтобы сподвигнуть его на контакт. Был интересный такой момент, что девушка гуляла с своим парнем по торговому центру, она себя неважно чувствовала, и ей захотелось, чтобы он ей что-нибудь купил. И в этот момент она зашла в уборную и сделала фотографию в зеркало и подписала, лучшее лекарство это давай мы что-нибудь тебе купим. И, собственно, это сподвигло ее молодого человека ей что-нибудь купить, потому что она выложила это в инстаграм, и на следующий день она получила то, что хотела. Алена не скрывает, что во время исследования ей встречалось немало смешных и даже абсурдных случаев. Однако смех смехом, но подобный вид манипуляции может в любой момент перерасти в настоящую инстаманию. Судя по моему исследованию, я когда брала интервью у лица мужского, так и женского пола, абсолютно все утверждали, что они используют инстаграм ежедневно. Не обязательно они выкладывают фотографию каждый день, но каждый день они просматривают ленту новостную, они смотрят различные паблики, в которых какие-то рецепты, фотографии красивых людей, которые занимаются спортом. И, конечно же, они смотрят на своих друзей, наблюдают за тем, кто кому ставит лайки, кто кому ставит комментарии. С точки зрения психологии, данный способ взаимодействия не является чем-то преступным. Более того, он считается довольно эффективным и хорошо помогает решать конфликты. Обратите внимание на свое окружение, и наверняка вы найдете немалое количество виртуальных манипуляторов. Кстати, не исключено, что таким человеком являетесь. И вы сами. Аделя Мухамедовична, Ленар Тавлитьяров, Универньюз.